снова здравствуйте то есть вчера или когда там не знаю это видео будет вывешено может уже позавчера это будет вчерашний день неважно прошлый раз я показывал вот эти вот полированные клиночки теперь они вот такие вот протравлены стали звонче как всегда пусть протравы протравил не глубоко но рисунок очень отчетливый очень прям до насечка вот с оттенком золото чтобы это все как бы смотрелось более-более так интересно не вот монотонка какая-то серо блестящие вот с такими вот золотыми делами по быстренько по быстренькому прям покажу хоп-хоп то чуть я тут это да в чем еще плюс а дамасской стали вот часто-часто такие вопросы слышу он видимо она блестит она и травленный то есть она как бы блестит всем полотном но одни части блатна блестят очень зеркально другие чуть-чуть матовый блеск такой вот как это происходит вот он 10 это сейчас вот вот здесь видно они вот туда облески вот смотрите мне большой плюс то есть если вы захотите ее поцарапать даже если вы захотите ее поцарапать то вам это не удастся а если уже в эксплуатации как-то вы думаете она может там поцарапаться допустим это вообще нереально дело в том что у дамасской стали есть такое преимущество которое предотвращает любые царапины вот сейчас буду их тут по столу валять тут будет где-то и пыль какой-то тоже наждачок попадется что-то еще там не знаю и будет все хорошо она не поцарапается вот это еще один из плюсов дамасской стали также хочу добавить по поводу там слоев от этих неровностей какой-то пилы там дрели вы вчера видели вот те предыдущие варианты да то есть предыдущие вот эти варианты точнее предыдущем состоянии не протравленном то есть если бы я не сказал что это дамасской стали никто бы даже не понял то есть там нет ни микропилы ни макси пилы ни каких-то слоев ничего не видать все это все это монолит слои они есть они забиты в этот монолит так что это получилось одно целое то есть одна как бы получается как вы объясните не знаю то есть вот что дает вот этот разнояркость то есть смотрите вот про при протраве да многие считают что мягкие слои там быстрее протравливаются твердые слои медленнее за счет этого рисунок дамасской стали проявляется мимо просто мимо дамасской сталь бывает разная для бритв это совершенно не допасть допустимо чтобы в сталь была вбита мягкая какая-то марка понимаете если это сделаю можно просто сразу так делал и в мусорку пошел отнес это все дело не просто запрещено тут только твердые стали мягких стали не существует а так как марки разные то одна марка стали быстрее травится другая медленнее вот тут уже да как она есть на самом деле вот поэтому тут тут ошибочное такое сменение но не почему ошибочное есть такие дельцы которые делают дамаск да с мягкими сталями сталь 3 сталь 45 втыкают естественно там но это для других целей это дамаск для других целей где нужна микропилла реально она там просто нужна она без нее никак и примеру взять какой-то вот агрессивный нож для агрессивного резушку тогда да там нужно вложить хотя бы сталь 45 примеру здесь этого нельзя допускать это второе так называемый миф сейчас я развею потому что представьте если сейчас сделают эту микропилу который будет тут присутствовать за счет разности жёсткости твёрдости стали тогда что в итоге мы получаем мы получаем ножовку мы получаем пилу а мы добиваемся конечном результате получить бритву поэтому те варианты с мягкими сталями здесь не прокатывают и это просто не должно быть если просто вы купили вот пластинку какой то есть дамасской стали какой-то взяли вот так прям вот под рукой не валяется и думаете что все вот вопрос решен дамасская сталь у вас в руках и вы можете творить что хотите нет в итоге почему-то ничего не получится и многие скажут вот скажут а дамаск-то не бреет дамаск не та сталь вы просто не тот дамаск взяли который то есть вы взяли тот дамаск но дамаск не был задуман заранее не для бритв вообще далеко не для бритв даже для стамески даже он не подойдет такой дамаск если так давайте уж дальше копать вот и поэтому вот эти мнения они постоянно присутствуют потому что дамаск дамаску рознь сюда можно вогнать два слоя сюда можно вогнать 16 слоев сюда можно вогнать пятьсот тысячу две тысячи три тысячи но три тысячи я не загонял две восемьсот загонял мне что-то ничего не вышло нормально рисунок плывет а так да вот ну судите сами вот он факт есть факт ну что ж про трава прошла успешно никаких ксяков не выявилось ничего не перетравил все клинки сейчас перед вами готовом состоянии сейчас начну тут шебутиться по поводу прав и все таки буду делать уклон уклон сторону древесины она очень многим нравится древесина в оправах в том числе то есть к этому числу отношусь и я да да она теплая она легкая она упругая она беззаботная красивая ну то есть да ну и так мне кажется уже немало достоинства для того чтобы посмотреть в эту сторону и вот сейчас буду по этому поводу решать или сейчас я поищу из того что у меня есть и начну что-то заготавливать или я завтра буду кипишить по этому поводу и искать какую-то супер мутную древесину ну я пригодил тут корень туи но для бритв он не то маленько есть только делать толстую оправу так как если она будет тонкой то она будет в лишку мягкой она жиденькая какая-то выходит вот так вот допустим вот это толстая оправа вот кость там с трещинкой вот это толстая считается тонкая она еще будет раз там в четыре в пять тоньше тогда да она будет прямо так вот вся какая-то жидкая она будет другую не знаю как слава как еще подобрать о да ладно вчера под рукой мне не оказался шаблон вот с той труд вачи которая была только железный шаблон есть это пластиковый а у меня где-то металлический валялся вот это вот я срисовался труд вачи по которому шаблону были сделаны вот эти бритвы все погнали дальше это видео приклею по следующему видео посмотрим что выйдет не выйдет вот нарисовал я оправку оправки всегда рисую на пластике потому что она одноразовая вот то есть вот эти вот оправы собираю эту штуку можно просто мусорку выбросить потому что другие бритвы нужно заново делать вот я так обозвал чтобы не спутать все что ж погнал сейчас подбирать древесину думать о ней выбирать ее посмотрим что вот раз на что прострелит как бы ну вот повыбирал я тут выбирал из того что есть вот там что-то фига чего есть я вам скажу но вот допустим да она какая-то не показался жидковатой но это корень туи вот он когда будет что блестеть там все это проявится все это всплывет какой-то есть рисунок но блин довольно таки упругий вот и совсем да нет и тонкий упругий может зря я так на него не знаю оставляем его как бы в кандидатах это вот у меня груша это с чем она особенная она имеет перламутровый оттенок такой полупрозрачный ну это слегка рыжий монотонный цвет но самое главное она не боится ни воды ни вообще каких-то природных воздействий то есть из груши делаются корабельные детали даже на кораблях чуток осталось пау-роса очень супер жесткая такая он ее даже не согнуть вообще как железка пау-роса граб мореный тоже думаю в кандидаты попадает и еще многим я заметил нравится это что-то такое бежевое с черными полосками это типа зебра да или там еще какая-то фигня есть такая где-то полоски еще тоньше а древесина сама основная еще светлее и поэтому все-таки пока буду еще думать ну мне кажется вот эти вот четыре варианта что я показал мне кажется из них стоит уже замутить оправа а уже ту вот бежевую с полосками черными такими как бы как молнии я наверное все-таки завтра прикуплю в общем все определился я с древесиной на данный момент так же актуально это древесина граб мореный давайте так вот пока прям ложить груша устойчивая и пау-роса жесткая вот три кандидата дальше корень туи все же ламучий я просто напряг пластину специально напряг думаю мало ли что то есть ну бритва же вот оправа она всегда напрягается вот так вот как бы она должна пружинить выдерживать какие-никакие но все же нагрузки хотя это не ручка за которую нужно держать и чтобы она испытывала нагрузки нет это просто как бы чехол закрывающий острие но все по-разному относятся к бритвкам и поэтому должен быть запас прочности так вот все же корень туи к сожалению не прокатил опять сломал эту пластинку прямо пока в руках я же люблю поломать чтоб потом не сломалось у кого то вот но чем мне нравится корень туи он очень красив пахнет он лучше чем любые французские духи это просто боба но видимо он где-то будет жить в другом изделии не в бритве дальше вот это кстати очень пахнет интересно тоже каким-то духами отдает это пауроса очень такая приятная вот ну и все же по-любому мне кажется придется покупать зебрано или ему подобные то есть что-то такое это учитывая предпочтение именно покупателей именно от этого отталкиваюсь я в данный момент потому что древесину у меня больше чем в Африке то есть вот чего только нет все все есть вот прям вот почему больше в Африке потому что у меня гора древесины из Африки гора из Америки гора из Европы из Японии нету из Новой Зеландии даже у меня есть древесина то есть не из России естественно все есть Но предпочтение есть предпочтение Ладно Фигачу я нашел На столе лежит зебрано Ну вот это все меняет кардинально Ладно, сейчас попробую Может переиграть Весь момент В общем так картина прессовалась Нашел я на столе случайно Заготовку зебрано Пока не уверен, что у меня из нее получится Потому что она вообще по-друге Бритва была заготовлена слишком толстая Но Буду пробовать Вот это та самая, о которой я говорил Посмотрим Не выйдет, значит будем переделывать Не впервой А да, кстати, она у меня лежит здесь на столе Года три Вот это года четыре-пять Это Эбонит Это как отмаркировка с завода Когда я ее завод заказывал Вот Еще одна оправка будет из Эбонита А? Все наверное позабыли уже, да? Этот материал в деле Ну вот как-то так вот То есть если у меня тут на столе Еще мы немножко подразобраться Ого Вон еще Эбонит Пожалуйста Тут у меня и мастика лежит С шестилетней давности Советская Тут же у меня лежит Ну-ка, что у нас тут такое лежит? Сейчас Как же называется-то? Забыл Вот Что у нас тут еще лежит? Так-так-так-так Это Вот такие я раньше оправки делал Это акрил Это что-то тоже акриловое Ну в общем Да Всякой всячины И еще даже Какую древесину нашел О, кстати Это Блин Венге Во Если что Вот там не подойдет То венге будет как страховочный вариант Хоба Все Вопрос решен Со правами На сегодня у меня все Что я успел сделать за день Я очень быстро работаю То есть если я и перекуриваю То есть все делается на ходу И по-быстрому Я могу убраться в 4 часа К примеру То есть если Обычно Допустим Люди вот работают Там часов 8-9 То вот эту работу Я могу уложить в 4 часа Если я работаю 8 часов Ну сами понимаете То есть это Ориентировочно 16 часов Обычного рабочего дня И поэтому Что я успел на сегодня Сделать Насечки Обработать их под золото Не золотом Под золото То есть цветовая гамма Протравить Все с клинками И заготовить Вот до такого состояния Оправы И то Вот эти вот я с нуля Заготавливал Даже не с нуля У меня были уже пластины нарезаны Я просто из них Вот эти заготовки Уже не с нуля А вот эти два Три И вот этот Абонит вариант Они уже были Подготовлены Под оправой И я только просто Добавил Какой-то свои штрихи И под шаблон Подогнал Под этот И поэтому Все вот так Можно сказать Даже быстро Произошло Иначе бы Все что я вам сейчас показываю Было бы полтора дня Ускоренно усиленные работы Вот Просто Кажется Судя по видео Что я там слишком быстро Все это делаю И что это там На коленке Раз-два Тяп-ляп Нифигась Такое бы дело Я бы вообще Не заморачивался Я бы просто сотями В неделю Сваливал бы На сайт А вот там уже Швыряюсь Как хотели бы И выбирали Что хотели бы Дальше Буду Собирать Снимать И в одном видео Все выкладывать И показывать В общем Как бы я не хотел Делаться по легкому Вот эта толщина Это не то Что нужно Поэтому ее Вот так вот Купил Нового зебрана Напилил Будем делать Из нового зебрана Потому что Технологии Не позволяют Сделать так Как по простенькому То есть отделаться Не позволяют Дальше Катя В общем дела идут Но Пипец как медленно Но почему медленно Потому что я стараюсь Все вылизать Все правильно Сделать Все Но Вот вообще В принципе Как и в любых Других случаях С бритвами Любые вот эти вот Роды Так сказать Ну чтобы родить Бритву То есть Все роды Проходят Тяжело Как-то так Ну вот на данный момент Что Что Груша Вот эта вот Груша Видите Это я вам говорил Какая она Она будет Перламутр такой Но без каких-то Там таких Прям вот рисунков Без Ладно Но Супер устойчивая Это вот Полосатик Зебра На Название Которое Многим Приглянулось Полюбилось Вот Это Пауроса Вот так вот Выглядит В итоге Очень Жаскучая Деревяшка Очень Просто Железяка Железяка И а не Деревяшка То есть Я еще не Вот могу Поспорить Даже еще не знаю Эбен Жестче Или мягче Судя по ощущениям Примерно Одинаково Кто уж Из них Жестче Я не знаю Фигня Их Полировать Что и полировать Вот Кстати да Сейчас могу Вот 150 раз Уронить И ни одной Царапочки Не будет Это тоже Достоинство Можно назвать Это граб Мореный Вот такой Вот он Грубый Такой Брутальный Но легкий И это Как ее Залапывается Эбонит Эбонит То есть Если кто-то Не знает Что такое Эбонит А я сомневаюсь Ну может быть Кто-то и не знает Вот из современных Современной молодежи Хотя Мне кажется Они тоже В курсах Все Вот Это Печеная резина Ее плавят Резину И Прессуют В горячем состоянии Делают из нее Лист В итоге Выходит Вот Из листа Такая вот Пружинящая Такая Практичная Оправа По весу Чуть-чуть тяжелее Чем Мореный граб К примеру Так вот Так Ладно Роды продолжаются Дальше Что я буду делать Сейчас буду Обрабатывать У них Все опять По кругу Заново Внутренние части Плоскости Выравнивать Еще раз Потом Калибровать Еще раз И уже После только этого Уже не сегодня Можно подгонять С клиночком И Параллельно К Клинышком Вот такие Вот у нас Работы На данный момент Немного Подошел С ослабленными Булками Вот к этой Очень жесткой Древесине Пауэроса И это Меня подвело То есть Вот она Судьба Смотрите То есть Видите Отколол Как Это была Структурная Такая Прожилка Которая Бывает Она в древесине Но от Пауэроса Я такого Не ожидал Так что Вот Ломаю При вас Здесь вообще Проблемно Ее сломать Реально Прям То есть Ну Конкретная Древесина Но Никуда не денешься Так уж Вот все Устроен Этот мир И поэтому Помните Я показывал До этого Венге Все таки Она Пригодилась Вот Я умею Не выделять Именно у Венге Рисунок То есть Как выделять Черные Элементы Древесины Делать Выше Чтобы они были А Вот эти Коричневые Ниже За счет Чего Структура Вот этот Рельеф Он Не просто Виден Он еще Выделяется Как бы так Особенно Отдельно И даже И ощущается Слегка Чуть Чуть Вот Этот способ Я знаю Уже давно Это В принципе Я могу Даже Вот это Зебрано Так же Сделать Но На венге Это выходит Особенно Четко Потому что Черные части Они супер Жесткие А коричневые Такие Усредненные Вот и все Вот как-то Так Как много В этом слове Это Крик души Крик радости Что я Наконец-то Их Собрал Это же И Боль Усталости Как говорится Но Дела идут Контора Пишет И теперь Они в собранном Состоянии Ну наконец-то И еще Это не конец Конечно же Потому что Нужно Их еще Заточить Ну Давайте Позглянем На то Что у нас На данный момент Сейчас Свету Добавлю Света Иди ко мне Все Добавил Света Вот Чуток Попытался Повторить Вот эту Вот гнутость Вот эту Вот Как Выглядит Вача В Сложном Состоянии Ну-ка Что-то Прервалось Ну ладно Вот Вот Так Некоторые С большими Шайбами Сделаны Практичными Некоторые С маленькими Маленькими Это вот Те две Черных Вот Дальше Что Клинышки Что-то Мне Понесло Сделать Из Латуни Не Делал Первоначальную Кромку Формирование То есть Не Сделал Не Знаю Вот Когда Тянет Именно Сделать Значит Так Надо Сделать А В этот Раз Не Потянуло Значит Все Так Правильно Сделал Вот Давайте Посмотрим По Точности Закрывания Сейчас Я мимо камер Смотрю Идет Чуть 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 Мимо Но Подтемнение Какое-то Легкое Есть Все Минимум Ну Да Но Оно Есть Вот Оно Есть Да Тоже Замутил Как И На Всех Бритвах Латунь Ну Я Не Восторге От Латуни Конечно Да Сможется Как Колечко Бручальное Блестит Зеркальное Все Здорово Да Но Чтобы Я Скал Вау Там Супер Материал Для Супер Бритв Обычный Материал Больше Конители В работе И не более того Вот и все Смотрим Ну тут Она Изначально Уже Слишком Ровно Заходит Чтобы Клинок Ее Ровнял Но Если Вдруг Так Получилось Бы То Клинок Все равно Выровнял Это С Грушей Нельзя Скушать Которую Это Из Венги Также Большие Шайбы Также Латурь Вот Закрываем Вот такая Ближе К Ваче Чтоб Схожесть Какая-то Была Смотрим Я Мимо Камера Смотрю Нет Зараза Ровно Катит Это Та-та-та-та-дам С маленькими Уже Шайбами Подзалапано Конечно Потому что Только Сейчас Работал С ними Руки Чуть-чуть Отмыл Прям слегка Так Чтобы Не пугать Вас В крупном Плане Вот Этот Эбонит Шайбочки Да Какие-то Кнопочные Какие-то Такие Маленькие Миниатюрники Но Это Для любителей Прям Реально Любителей Миниатюрных Шайб Как по мне Практичность У них Меньше Особенно Если Это Древесина Какая-то И Особенно Если Она Мягкая То Да Вот Клинышек Латунька Да Видите Они Еще Какие-то Такие Слегка Торчачие Хотя Шайбочки Микроскопические Но Не дают Эту Высоту Потому что Она Резкая Высота У тех Побольше Шайб Она Плавнее Ну и Практичность В том Что Они Больше Обжимают Площади Оправы И оправа За счет Этого Более Стабильно Хотя Здесь Тоже Стабильности Хоть Отбавляй Ну вот Я Просто Констатирую Факт Что Чуток Есть Разницы В плюс Того Что Если шайбы Были бы широкие Так Закрываемость У нас Идеально Изначально Просто идеально Тоже Клинку Не надо Работать Над этим Что там У меня Какая-то Мусоринка Попала Вот Ну-ка Да Этот У нас Как его Граб Мореный Шайбочки Маханки Конечно Тут все еще Будет протираться Протираться Еще раз Протираться Латунька Кстати Самая Вот эта Толстая Латунька У тех У всех Она Намного Тоньше И чтобы Не быть Голословным Вот Сами Смотрите У всех Вот Так А у Этой Вот Так Так Вот Так Она В сборе Выглядит И по Закрываемости Идет Идет И ровно Ровно Идеально Все Теперь Буду Подготавливать Их К заточке Сегодня Я заточку Уверенно Сделать Не успею Просто Я уверен На все 250 Процентов Как говорится Но подготовку Сейчас все таки Какой Никакой Проведу И Наверное Все таки В следующем Обрывке Видео Которое Будет Прикреплено К этим Всем Предыдущим Видео Будут Уже Заточены Полностью Готовы К бритью Бритвы И Явлю Миру Уже Готовый Продукт На сегодня Все Вот еще раз Здравствуйте Еще раз Очередной День И еще День И еще И в общем Так идут День за днем А я ковыряю С этим Бритвками А меня ждут Совсем Другие Великие Дела Но Раз уж Взялся Надо Доделывать Хотя Доделывал Скажу На Отшибись Вот так Вот Примеры По-быстренькому Только бы Отмахаться От этого Всего Момента И Перед вами Сейчас уже Готовое Изделие Почему Отшибись Да потому Что Вот Идут День за днем Идут Годы Годы Да Я вот Только в интернете Где-то Года 4 Может 5 Ну 5 Не уверен Но 4 Уверенно Прямо уже Даже Ну посчитайте Сами Где-то С конца 14 Года Я Влез В эту сеть Под названием Интернет Вот Как-то так Вот оттуда Вот и отчитывайте Я вот Чувствую себя Не много ли Не мало ли Идиотом То есть Делаю Те вещи Которые Никому Не нужны Нет Есть люди Ценители Есть любители Я в том числе Из Той же Той же Партии Как говорится Которые Выпустил Советский Союз Хотя есть И бритвоманы И Современники Итак Хочу сразу Сказать Что эти бритвки Если будут Реализовываться То будут По Супер Подарочной Цене Ниже Их Гораздо Ниже Их Себестоимости Ну Сами Как хотите Так и Судите То есть Может Это Предлагодняя Акция Плум Может Быть Это Просто Потому Что Я Сделал Не так Как Хотел Получилось Не так Как Хотелось И Видимо Поэтому То есть Я Недоволен Результатом Да Бритовки Рабочие Будут Брить Да Все нормально В принципе Но Не то Что Я Хотел Вот То есть Душу Этот момент Не греет Плюс У меня Еще Кавушек Порвало Ну Сырой Оставил Печка Остыла Мороз Прихватил Но Это Не потери Потери Не подумайте Камушек Прикупить Вообще Не проблема Но Пока Это Делать Не буду Ближайшие Может Недели Две А то И четыре А то И Не знаю Вот Потому Что Я Не знаю Для Чего Все Это И Давайте Лучше Все Таки Приступим К Осмотру Обзору Как хотите Называйте Бритвок Это Венге Это Латунька Я уже Все Вам показал Наверное Стоит Сейчас Показать Заточку Заточил Эту Бритвку Не знаю Почему Захотел От Обушка Заточка Получилась Двойная Два С половиной То есть Видите Две Кромки Ошибка Моя То есть На самом деле Кромка Вот она Вот видите Там она На острие Вот она Узенько Идет Вот эта Кромка Рабочая Все остальное Я забахал Не знаю С какого Перепуга Да нет Почему же Знаю Забахал Я это Потому что Хотел Быстрее Отделаться Вот Видите Пяточка Маленькая Сплыла Чуток То есть Сама кромка Она Вот если Даже Не знаю На камере Видно ли Я смотрю Если без Камеры Ее видно Она такая Вот темная Может быть Вот здесь Сейчас будет видно Темная Полоска Идет По стрию Вот это Ее родная Кромка Все остальное Это Мимо Но Заточено Так Что будет Брить Сможет Жить Как бы Ну Вот так Все они На дшебе Сделались Заточки Именно Давайте Сразу Начну С них Блин Думать Что такое Древесина Вот Тоже Заточка Не подарок В смысле Ее Внешний Вид Тоже Тобушка Маханул И Маханул Как следует Я вам скажу Вот Это там Которые Полосатые Зебра Это Это Груша Так Это С большими Еще Пластинками Шайбочками Блин Сейчас Чуть не Срезался Вот Ну давай Редкость Зайди К нам Так Так Вот Тут Заточка Как есть Так Она Есть То есть Не двойных Никаких Там Еще Либо Но Аж Просела Слегка Даже До Какой Степени Я Маханул Ну Нет Просевшие Назвать Нельзя Но Все Все Ну В общем Не радует Результат И Поэтому Я Их На Распродажу Сразу Бабам Вот Так Вот И Займусь Другими Делами То есть Не бритвами Хотя Заготовок У меня Бритв Ну Просто Завались Вот Здесь Тоже Кромка Она Узенькая Маненькая Такая Как же Показать Но Каким То Образом Да Я Смог Вот Ее Так Задрать Кверху То есть Ширину В смысле Заточки Опять же Бритва Рабочая Бритва Бреть Будет То есть Ну и все Волосы Рубят Все До одной Я же Не мог Так Оставить Просто Сказать Да Ну Нафиг Да Точить Как Хотите Вот Это Из Граба Марионова Точка Тоже Какая Вот Есть Так Она И Есть Не Право Не Влево Как Жи Показать Какой То Вот Наверное Не Оттенить Чтобы Ее Видно Было Вот Тоже Все Же Блекует И Как Бо Надо Показать Оп 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 Вот Хотя Вот Здесь Тоже Она Задрана Ширина То есть Шире Чем Сама Заточка На самом Деле Вот Такие Вот Варианты Давайте Вот Так Положу И Сегодня Уже Забираю Их С собой Вывешу Их На Сайт По Тем Ценникам Как Я Вам И Говорил То Какие Ценники Будут Я Если Честно До Конца Не Решил Ну В принципе Если Взять Дамасскую Сталь Вот Эту Вот Заготовку Не Считая Шлифовки Заточки Там Ручки Тем Более Не Считаем Вообще Ничего То Если 12000 У меня Стоит Чтобы Сделать 2600 Слоев Значит Пол Ценника Это 6000 Вот Не знаю Правильно Сейчас Я подумал Или нет Да Сделаю 6000 Наверное Будет Правильно Ну А там Уже Время Покажет Все На этом У меня Все И Да Не подумайте Если Может Что Я Расстроился Где-то Там Что-то Ну Да В душах Да Где-то Есть Само Собой Ну Как Без Этого То То Есть Грусть И Художник Это Как Б Это Снова А Если Веселый Художник То Он Только Рисует Солнышко На Любой Картине В Верхнем Каком Там Правом Верхнем Левом Углу И поэтому Все нормально Единственное Что То Что Заготовки Лежат На них Смотришь Хочется Что-то Там Сделать Вот Что-то Из нее Пример Вот Сотворить Под руками Такие Штуки Лежат Тут Комиссари У меня Еще Лежат Там Под столом На полочке Еще Штук Семьдесят Да Все Все Лежит Лежит Но Я Все равно Этим Когда-нибудь Займусь Я Со мной Это Когда-нибудь То Сделаю Все Все Заготовки Переведу В Готовое Изделие Единственное Что-то Теперь Будет Чисто Как бы Случайностью Нет Неправильно Сказал Редкость Это Будет Просто Редкость Не Более Того Потому Что Пока На данный Момент Я Реально Чувствую Себя Идиотом Делать То Что Не Нужно Надеюсь Вы Меня Поняли И Поэтому Вот Так Оно Все Произошло Ладно И На этом Думаю Обзор Надо Заканчивать Потому Что Там Куча Обрезков Этых Видео Надо Сейчас Их Все Склеить Видео Получится Такое Вот Киношного Типа То Сейчас Она Три Надеюсь Что Не Так И Поэтому Добра Всем Счастья Мягкого Бритья И По Любому Увидимся По Любому Всем Пока Бритья